Во Владимирской области приятные события. На фоне регулярного оттока начинающих медиков в другие регионы страны, штат Центральной районной больницы и поликлиники Юрьев-Польского пополнили сразу три молодых специалиста. Одна из них – Татьяна Кириллова. Девушка вернулась в родной город сразу после окончания Ивановской медицинской академии и с августа этого года работает участковым педиатром. В её обязанности входит лечение сельских детей, но по необходимости она помогает и городским ребятам. И после того, как попрыскаешь таблеточку и забак-то рассасываю, тоже для горлышка. Одна таблетка тоже три раза в день. Некоторые пугаются, потому что в основном в селах-то фельдшера, и они привыкли к ним. А когда они меня видят, они же в город приезжают на прививку, на уколы, на лечение. Они боятся, что их сейчас тоже будет им больно. Ну ничего, справляемся, успокаиваем. Вон, игрушки приобрели, чтобы как-то отвлекать немножко детей. На вопрос, что держат именно во Владимирской области, Татьяна отвечает, не задумываясь. Это родной мой город, я здесь родилась, и, как говорится, каждый переулок родной. Ну и вообще, я считаю, лучше быть большим человеком в маленьком городе, чем никому неизвестным в большом. Появился в Юре в Польском и новый врач-онколог. Лика Козлова также окончила Ивановскую медицинскую академию. Затем два года проходила ординатуру на базе Ивановского онкологического диспансера. После чего приехал работать на свою малую родину. А хирург Сильвестр Сорокин решил в один момент изменить свою жизнь. Молодой врач приехал в Юре в Польский из Казахстана. Вдруг что-то щелкнуло в голове. Решил, думаю, надо что-то менять в жизни. Ну и приехал в Россию. Жил в Казахстане, в городе Шимкенте. Раньше, в советское время, назывался Чимкент. Ну это на границе с Узбекистаном, с Ташкентом. Климат, конечно, жаркий, южный. Здесь, конечно, попрохладней. Первое время мерз. Честно говоря, думал, замерзну как мамонт. Ничего, привык. Врач-хирург признается, что в Юре в Польском его устраивает все. Начальство на время работы предоставляет бесплатное жилье. На зарплату медики тоже не жалуются. Возможно, эти факторы первые зачатки того, что во Владимирскую область начнут приезжать молодые специалисты. Ведь на текущий момент в больнице 33 региона недосчитываются около 1000 врачей. Максим Палагин, Стас Тригубов, Губерния, 33.